Мы привыкли измерять расстояние километрами. Десятки, тысячи, сотни тысяч. На Земле вполне привычная цифра, однако это только на Земле. Мы всего лишь небольшая пылинка в огромной Вселенной, где привычное дело – это намного большие расстояния. Что говорить о Вселенной, если в Солнечной системе расстояние мы измеряем не в привычных для нас землян километрах, а в астрономических единицах? Одна астрономическая единица эквивалентна расстоянию между Землей и Солнцем. Если все-таки перевести это в километры, то это 150 миллионов. Вот, скажем, Уран отдален от нашей планеты на 3 миллиарда километров, то есть на 20 астрономических единиц. Только вообразите эти масштабы. А ведь это далеко не предел. В рамках целой Вселенной даже астрономические единицы кажутся незначительными. Поэтому тут уже следует использовать световой год. Один световой год эквивалентен тому расстоянию, которое проходит свет за год, исключая влияние гравитационных полей. Для примера Проксима Центавра, звезда с наименьшим расстоянием от Солнечной системы, отдалена от Земли на 4,2 светового года. Это на самом деле мизерное расстояние. Что же мы тогда можем назвать огромным расстоянием? И что же из себя представляют более масштабные структурные образования? Путешествовать на другие планеты мы пока не можем. Но и с путешествиями земными трудности. Забронировать отель проблематично и дорого. Большинство международных сервисов не работают. На помощь придет One Two Trip — сервис планирования путешествий. В приложении One Two Trip — огромное количество отечественных и зарубежных отелей. А оплатить бронь по-прежнему можно карты любого российского банка. Скидки до 37% на бронирование отелей и апартаментов в течение 5 дней после покупки билетов там же. А для большей экономии оформляйте тревел-карту с большим кэшбэком от One Two Trip и получайте до 15% кэшбэка за каждое бронирование. Выпустить карту можно прямо в приложении всего за одну минуту. Переходите по ссылке в описании и скачивайте приложение. Открывайте для себя Землю, пока не пришло время лететь на Марс. Поговорим мы прежде всего о гигантских скоплениях галактик. Ученые Уильям и Джон Гершели как раз-таки и определили, что такие структуры бывают, и они намного более крупные, чем другие обособленные концентрации галактик. Важным моментом было то, что распределение таких структур в космическом пространстве не было однородным. В каких-то областях их концентрация была высокой, в каких-то – крайне низкой. Дело было в 18 веке. А вот уже спустя два века ученым предоставились более широкие возможности, чтобы понять, как именно распределяются скопления галактик в космосе. Таким образом, мы выяснили, что одна галактика во Вселенной, которая не является частью какого-либо скопления, скорее исключение. Обычно несколько галактик концентрируются в одной области под действием сил гравитации. А следующий, уже наиболее крупный уровень – это уже так называемые сверхскопления. Их особенность в том, что они могут состоять не просто из десятка галактик, а из сотни или даже скорее тысячи. В таких скоплениях есть еще и концентрация газов, обладающих высокими температурами. Со временем появилась возможность оценить лучевую скорость для метагалактических красных смещений, что означало более углубленное исследование сверхскоплений. Ученые смогли узнать таким образом расстояние до галактик и смоделировать, как они расположены. Это были такие карты в трехмерном пространстве, которые показывали пространство в миллиард цветовых лет. Кроме того, открывать сверхновые скопления особенно помогали всплески гамма-лучей. Этот процесс сам по себе выделяет огромное количество энергии. Характерны вспышки гамма-излучения в большинстве своем для звезд с высокой скоростью вращения и находящихся в более отдаленных областях. Большее количество всплесков гамма-лучей возникают в тех галактиках, для которых характерен высокий уровень активности, а также распад материи в них происходит более интенсивно. Ученые изучили более детально, как распределяются галактики и какая скорость им присуща, что позволило выяснить. Сверхскопления нельзя считать увеличенной вариацией обычных галактических скоплений. Структурно сверхскопления более волокнистые и обладают высокой плотностью. Внутри таких образований находятся системы галактик. Это можно сравнивать с пеной, которая отдаленно по своей структуре напоминает строение сверхскоплений. Какой-то конкретной формы для таких структур нет. Они абсолютно разнообразны. Они могут быть в виде стен, как, скажем, Великая Стена Слоуна. Более привычные скопления галактик, скопления Девы или сверхскопления могут быть в виде цепочки. Цепочка Маркаряна. Как мы уже упоминали, для Вселенной характерна неоднородность. Однако так не на всех участках. Например, однородными можно считать области, площадь которых примерно 300 мегапарсек. Там между скоплениями галактик фактически отсутствует материя. Сами скопления нитевидные, плотностью в десяток раз меньше среднего значения для других галактик. Тут могут возникать и галактические нити. Пожалуй, одним из самых известных примеров стены можно назвать Великую Северную Стену. Другое название – Великая Стена CFA2. Она самая крупная после Великой Стены Геркулес Северной Короны и Великой Стены Слоуна. Среднее расстояние достигает примерно 200 миллионов световых лет. Толщина Великой Северной Стены – 15 миллионов световых лет. Размер структуры в длину достигает примерно 500 миллионов световых лет. Это огромные размеры. Но и это далеко не предел в масштабах Вселенной. Например, уже упомянутая Великая Стена Геркулес Северная Корона размером уже целых 10 миллиардов световых лет. И это, к слову, 10% от диаметра видимой нами части космоса. Поговорим и о Галактической Стене, которая находится ближе всего к Солнечной системе. Она расположилась возле созвездия телескопа, индейца, павлина, центавра, а также южного созвездия Гидры. Галактики, которые входят в состав данной стены, находятся от нашей планетарной системы на расстоянии, как минимум в 25 миллионов световых лет. Данная Галактическая Стена включает в себя галактические скопления, которые относятся и к Млечному Пути. На больших масштабах, в сотни миллионов световых лет, мы воспринимаем Вселенную как однородную структуру, где все составляющие распределены в целом равномерно. Однако тут важно помнить, что если мы возьмем область поменьше, то обнаружим, что компоненты там расположились неоднородно. Нам необходимо это знать, чтобы корректно составлять теорию, как эволюционировала Вселенная. Ученые разработали трехмерную модель того, как происходит распределение галактических структур во Вселенной. Это помогло узнать, что со всех сторон в диапазоне миллиарда световых лет находятся фактически чистые структуры. Значит, распределение вещества в отдельно взятой части Вселенной в пару сотен миллиардов световых лет будет равномерно. Вот почему мы считаем Вселенную в целом однородной. Скопления галактик – наиболее крупные образования во Вселенной, которые по размерам оставляют позади и галактические нити, волокна, и галактические стены. У процесса формирования и развития скоплений галактик есть свои особенности. Такие структуры расширяются под действием расширения Вселенной. Гравитационные же силы могут скорость этого процесса замедлять. Для скопления галактика не только характерно гравитационное линзирование. Это такой эффект, при котором мы видим источник света искривленным, если лучи от него проходят через другую структуру. Это свидетельствует о большом количестве скрытой от нас массы, которая идет, вероятнее всего, от темной материи. Именно благодаря ей и возникают галактические скопления, поскольку темная материя способствует притяжению галактик. Вообще, темная материя – довольно загадочная для нас структура во Вселенной. Мы еще очень многого не знаем о ее свойствах. Однако ученые выяснили точно. Темная материя – один из самых важных факторов в формировании скоплений галактик. Она увеличивает мощность гравитации. Остается во всем этом главный вопрос. Почему же на меньших масштабах Вселенная неоднородна? И тут ключевую роль также играют гравитационные силы. Равномерно распределенные структуры под их действием просто скапливаются в некоторых областях в более плотное образование. Сам процесс распределения вещества во Вселенной начался через какое-то время после Большого Взрыва. Увеличение массы самой Вселенной способствовало тому, что скорость расширения начала падать. В некоторых областях расширение не только остановилось, но и превратилось в обратный процесс – сжатие. Это еще больше усугубило неоднородность. Возникали новые скопления галактик и пустоты между галактическими нитями. Теория, как образовываются галактики во Вселенной в современном мире, получила название иерархическая теория. Согласно этой теории, на первых этапах формирования есть одиночные галактики, которые потом становятся частью галактических скоплений. Эти скопления со временем трансформируются в сверхскопления. Таким образом, на крайних этапах развития Вселенной появляются наиболее крупные структуры. Дело в том, что та самая однородность характерна для областей размером 300 миллионов световых лет. Исходя из этого, следует, что вещество в более крупных структурах распределяется однородно. Однако те же галактические стены сами по себе неоднородны. Например, стена Геркулес-Северная Корона, а ведь она по размерам намного больше, чем 300 миллионов световых лет. Тут мы сталкиваемся с противоречиями самому космологическому принципу. Как видите, не все для нас очевидно в развитии Вселенной. Пусть это будет для нас стимулом все больше и больше углубляться в тайны космоса. Так мы сможем понять, что на самом деле представляет из себя наша Вселенная и какое место в ней отведено нам. А как вы думаете, как же все-таки формировались крупномасштабные структуры? И как ученые выйдут из противоречий, которые с этим связаны? Невероятный тур от Хаббл. Подводное плавание с розовыми дельфинами на Марсе. Проведите сногсшибательные выходные на уютном судне посреди моря и поныряйте с редкими существами солнечной системы. Заказывайте поездку прямо сейчас в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Количество мест ограничено, как и количество лайков под видео. Взгляните на скриншоты, которые сейчас на экране. Это статистика от Ютуба. Что она значит? Заметьте, сейчас 57% зрителей этого канала смотрят без подписки. Это и есть истинная суть моего месседжа к вам. Поэтому, дабы не упустить Хаббл из разряда ваших подписок, вам нужно всего-навсего щелкнуть вот на эту красную кнопку, которая выглядит вот так, и находится ниже под этим видео. Закон вселенной простой. Помните это. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое, мега-увлекательное видео. Услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова